Расходная часть городского бюджета за 9 месяцев этого года выполнена в сумме 7,5 миллиардов рублей. Годовой показатель исполнен на 70%. Эти цифры о состоянии городской казны прозвучали на очередном пленарном заседании городского собрания депутатов. Более 80% от общей суммы расходов направлены на финансирование социальной сферы. Вопросы бюджетной политики были не единственными в повестке дня. Игорь Гурьянов продолжит. Вопросы бюджетной политики. Большинство вопросов носило уточняющий процедурный формат. Был заслушан обязательный в ноябре отчет об исполнении бюджета. Внесены необходимые поправки для оптимизации деятельности, особенно финансовые и муниципальных предприятий. Заглянули в будущее, наметив план приватизации муниципальных объектов на 2017 год. Это 10 нежилых помещений и объект с земельным участком. Их передача в частные руки должна принести казне более 3 миллионов рублей. Что касается социального блока вопросов, то главный среди них – это подтверждение прежнего порядка предоставления льгот при оплате родителями услуг дошкольных учреждений. Перечень категорий, попадающих под льготные программы, также сохранен. При определении категорий льготников мы основываемся на основополагающем принципе. Ее должны получать те, кто действительно в ней, в этой льготе нуждается. Поэтому предлагаем предоставлять льготы в соответствии с учетом величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода следующим социально незащищенным группам населения в соответствии со статьей 65 Федерального закона об образовании. Данным видом социальной поддержки, говорилось в справочном материале, пользуются более 5000 магнитогорских семей, а список категорий льготников шире, чем в среднем по стране. К федеральным категориям добавили 50-процентную скидку для социально незащищенных граждан. В этой же линейке социально ориентированных решений и новый порядок формирования городской общественной палаты. На сегодняшний день один из самых мощных инструментов общественного контроля палата была создана решением городских депутатов в июне 2010 года. А в следующем году вступит в силу федеральный закон, обязывающий формировать палаты следующим образом. 10 человек будет рекомендовать собрание, еще 10 глава города, столько же по результатам конкурсного отбора. По аналогии с федеральным законом устанавливаются цели задачи общественной палаты города, численность и порядок формирования, ограничения для кандидатов членов общественной палаты и членов общественной палаты, форму ее деятельности, полномочия. Завершал повестку организационный вопрос, согласно которому новые испеченные депутаты заняли свои посты в комиссиях собрания. И Сергеева, и Марков станут членами комиссии по бюджету и налоговой политике. Марина Александровна посвятит себя еще и работе в комиссии по социальной политике и связям с общественностью. Кроме тех решений, которые будут приняты 20 декабря, именно на это число назначено заключительное в этом году пленарное заседание. В декабре депутаты должны будут принять в первом чтении городской бюджет на 2017 год. Произойдет это в формате заочного голосования. У наших народных избранников есть и такой формат работы. Игорь Гурьянов, Герой Бадаев, телекомпания ТВИН.